Всем привет, друзья! Мы рады вас видеть на детской христианской конференции «Глория». Тема «Глории» называется «Путь апостола Петра». Мы вместе с вами погрузимся в Божию атмосферу любви. Мы вместе посмотрим путь апостола Петра со Христом. Ну что, поехали? Поехали! Тема первого дня – «Встреча со Христом». Сегодня мы говорим о том, что каждому человеку важно пережить личную встречу с Иисусом. И эта встреча должна изменить нашу жизнь так, как изменила жизнь Симона. Познание решений начинается. Мы идем. Конференция началась ярко. На утреннем служении мы говорили о том, что нам мало знать о Боге, потому что наше знание не спасает нас. Нам важно познать Христа и жить по Его Слову. Мы видели, как апостол Петр жил до встречи со Христом. И как Иисус обличал фарисеев в том, что они знают закон, но не живут по нему. А еще на служении мы наблюдали за тем, как Господь стучится в сердце к обычному грешнику по имени Самуил, как ему снились необычные сны. Степа, знаешь, какой кружок мне нравится больше всего? Какой? Рыбалка. На кружке рыбалка мы не просто учимся рассказывать о Христе. Господь через каждого служителя проговаривает нам, как не бояться говорить людям о Христе. На кружке рыбалка мы хотим детям донести истину, так как учил нас Иисус Христос, что сделает нас ловцами человека. И мы были людьми благословениями. Мы учим детей, как пользоваться Словом Божьим, потому что Слово Божие дает нам выход в любой ситуации. Там есть любой ответ на любой вопрос. И если мы наполнены Словом Божьим, если мы это имеем, то мы это можем и принести людям. Мы можем им показать выход из любой ситуации. Степа, а что нас сейчас заждет? Сейчас мы отправимся на еще один интересный кружок поклонения. Уроки поклонения – это время, когда дети узнают, как общаться с Богом, как можно прославлять Его через различные дары и таланты. Сегодня говорили о том, что такое поклонение и что такое хвала. В чем отличие и почему, встречаясь со Христом, мы не можем жить, не поклоняясь Ему? Время – это эквивалент нашей жизни. И вот во что мы вкладываем нашу жизнь, вот этому мы и поклоняемся. На наших уроках хвалы мы хотим детям помочь разобраться в том, что кому же на самом деле они поклоняются в этой жизни. И мы хотим их привести к осознанию, что Иисус Христос – это единственный истинный Бог, который не просто хочет, чтобы Ему поклонялись. Он очень сильно вознаградит своих поклонников самым прекрасным даром вечной жизни. На протяжении всей Глории действует Комната Марка. Место, куда может прийти каждый желающий, чтобы провести особенное время с Богом. Идея Комнаты Марка, она появилась в Корее, когда мы были, последняя наша повестка в Корее была Глория. Мы с пастором Андреем Кудрявцевым разговаривали, и у него была идея такая, создать какую-то комнату для детей, где бы они могли бы расслабиться просто. Такого Божьего присутствия, да. Однажды в такой комнате я сам лично пережил Духа Святого, и Господь крестил меня, и я начал молиться на иных языках. И поэтому эта комната, наверное, она для меня, прежде всего, имеет огромную такую значимость. И сегодня дети, они здесь переживали Бога. Кто-то исповедовался, кто-то писал свои какие-то мечты, свои какие-то проблемы даже в рисунках. И потом на крест отправлял, на гвоздь, на крест. И кто-то просил молиться за него. И Бог пришел, и мы думаем, что дальше мы будем развивать это, и Богу это нравится. Сегодня нас ждет... Степа, я знаю, это же особое мероприятие. Да, ты права. Давай же узнаем, что будет сегодня. Ключевым местописанием особого мероприятия было Евангелие от Луки, 14 глава, 33 стих, где сказано, что кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Именно об этом мы и говорили детям, о том, что все эти лайки, мнения каких-то других людей и то, что сегодня популярно в мире, не имеет никакого отношения, не имеет никакой важности в глазах Иисуса Христа. И важно слышать именно Его голос, а не какие-то посторонние голоса. И следовать именно за Ним. Ребята, служение начинается. Скорее садитесь. Тема вечернего служения – призвание Петра. Пастор говорил о том, что когда мы встречаемся с Богом, наша жизнь меняется. А тем временем, за жизнь Самуила, с которым мы познакомились утром, и жизнь его друзей идет борьба в духовном мире. В конце служения была сильная молитва. И мы верим, что у многих ребят произошла судьбоносная встреча с Богом. Хороший был день. Яркий и наполненный Божьим присутствием. Да, мне очень понравилась Глория. Поскорее бы наступил завтрашний день. Да, Аня. Тогда до завтра, дорогие друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok